Рисовать по ткани, танцевать бачату и брать интервью научились выпускники социального центра соприкосновения. За три месяца занятий школьники, ребята с инвалидностью, пенсионеры, каждый в своих группах нашли друзей и новое хобби. На выпускном побывала Вероника Иванова. 11-летний Костя показывает свои рисунки. За три месяца занятий в реабилитационном центре соприкосновения одно особенно понравилось. Я рисовал черепаху. Черепаху, такой зеленый, панцер разноцветный. Возникает, во-первых, взаимодействие с другими ребятами, обсуждение, что нарисовали, у кого что получилось. Первые выпускники центра – дети с особенностями здоровья и без. Здесь же группы тех, кому за. Это и есть инклюзия. Что-то полезное и интересное нашли для каждого. Это не прямая педагогика, это не коррекция точечная. Это работа в группе и посредством искусства, которое оказывает положительное влияние в целом на человека. Не только на его мышление, эмоциональную сферу, но и на сознание в целом. В мастерской стиле к выпускному отшили целую модную коллекцию. Они не имели никаких навыков и буквально за четыре занятия, мы хотели за три, но получилось за четыре, они отшили вот эти юбки, которые вы видите, даже нанесли изображение над капельными красками на водной основе. Это превосходно держится. Мы закрепляли это горячим утюгом. Театр, хореография, фотомастерская и даже журналистика. Светлана и Людмила три месяца учились задавать вопросы. Теперь проверка в деле. Людмила, мы вот прошли курс тележурналистики, так интересно, вот первый раз микрофон в руках, сейчас я интервью у тебя возьму. Как у тебя впечатления после этого курса журналистики? Как тебе понравилось здесь? Было все очень интересно, прямо хочется еще поучиться. Мы были в настоящей телестудии, сняли настоящие ролики. Я в восторге. Наши задачи заинтересовать, показать ориентиры какие-то, нацелить людей. Судя по завершению нашего первого курса реабилитации, нам это удалось, можно сказать, в полном объеме. Уже завтра в соприкосновении стартует второй набор. В центре ждут новых учеников, которые будут заниматься все лето, причем бесплатно. Вероника Иванова, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал, ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.